Добро пожаловать на канал Обнимаю Таня, и сегодня мы с вами разберемся, что же такое матрица судьбы, что это такое в целом, откуда это взялось, как это работает и почему это действительно работает. Давайте разбираться. Матрица судьбы, или, как некоторые говорят, матрица души, это один из наиболее точных эзотерических инструментов самопознания. Звучит, может быть, немного сложно, но в действительности это не так уж и сложно. То есть это такое нечто, что содержит в себе знания о вашей судьбе, о вашей душе, о том вообще, кто вы и зачем вы пришли в этот мир. Собственно, эзотерика. Если говорить буквально, матрица судьбы представляет из себя два квадрата, которые наложены друг на друга. Посмотрите на картинку. Один квадрат как просто квадрат, и второй как ромбик. Это основа матрицы судьбы. Эти два квадрата объединяются, и получается восьмиконечная звезда, которая называется октограмма. Ну, знаете, бывает пентаграмма, например, где пять уголков, а здесь восемь, и это октограмма. Также вы видите здесь в матрице судьбы большое количество разных цифрок. Так вот, эти циферки изначально берутся из вашей даты рождения, ну или из даты рождения любого человека. У каждого человека своя матрица, то есть это все та же формочка, но циферки внутри нее у каждого человека разные. Ну, а теперь давайте будем копать вглубь, и вернемся к слову эзотерика. Что такое эзотерика? Это область очень таких глубоких метафизических знаний, метафизических, то есть их нельзя потрогать, это просто знание о мироустройстве, то есть о том, как все на самом деле буквально устроено, что важно в жизни каждого человека, а точнее каждой души, по какому пути двигаться, по каким законам жить, чему следовать, каким правилам и так далее. В эзотерических знаниях раскрываются самые важные смыслы, ну и в том числе вообще зачем мы живем. И в основе эзотерического мироустройства лежит именно душа. Не человек, а душа. Базово мы принимаем вот эту историю, что сначала у нас душа, и после идет только человек. Соответственно, эзотерика поддерживает идею реинкарнации. Что такое реинкарнация? Это перевоплощение души из жизни в жизнь. В самом слове перевоплощение уже есть объяснение, то есть переплоть, переплоть. То есть есть душа, которая воплощается в этот мир, воплощается, то есть приходит в какую-то плотную форму, живет свою жизнь, потом в какой-то момент умирает, потому что в материи все смертно, в какой-то момент умирает, и затем душа переходит сначала в другое состояние, в другое измерение, а потом снова возвращается в плотность, то есть снова воплощается. А во что воплощается, это уже другой вопрос, потому что душа может жить не только в человеке, но и в животном, и в дереве, и в травке, и в камне, и в чем угодно. Это все путь развития души. В чем же смысл жизни? Давайте начнем с того, что животные подобным вопросом не задаются. И такой вопрос обычно созревает в голове исключительно у человека, и то не у каждого. Так вот, человек, как материальное существо, как воплощенное существо, с определенным уровнем сознания, может выбирать себе или придумывать при желании абсолютно разные смыслы, для чего он живет. Тело является лишь временным, как я люблю говорить, костюмчиком для души, потому что мы сегодня примерили вот этот костюмчик. Сегодня это условно, да, понятное дело. Потому что в рамках души одна жизнь – это вот буквально как сегодня или, может быть, еще завтра, но такой небольшой по ощущениям промежуток времени, потому что душа живет вечно, и вообще у нее понятия времени особо-то нет. Тело – это лишь временный костюмчик для нашей души. То есть сегодня мы воплотились в этом человеке, пожили-пожили, потом у материи происходит как бы материальное наше тело, оно же не бесконечно живет, оно имеет срок годности условный, поэтому через время человек умирает, потом он переходит в другое состояние, и потом вновь он воплощается. Так вот, зачем вообще это все нужно, да, для чего, в чем смысл? Но если вы примете идею того, что базово каждый из нас является душой, а не тем человеком, которым вы являетесь, и вот это навсегда, и это единственная ваша жизнь, и все. Это вообще удручающая мысль, потому что так она может вас вогнать и в депрессию, собственно. Тогда никакого абсолютно смысла получается в этой жизни нет, если бы это было действительно в основе человек, который жил бы одну свою единственную жизнь. Вот, и если мы все же принимаем эту идею, что у нас есть душа, которая реинкарнирует, да, если я правильно говорю, то есть перерождается, так вот, в чем смысл души? Это уже пошире получается, да? Сознание у нас немножко уже расширяется. Смысл жизни души заключается в постоянном ее совершенствовании, то есть в постоянном совершенствовании ее осознанности, насколько она себя осознает, насколько она вообще в целом понимает, что она является душой, а не тем существом, которое временно живет, понимаете, да? И именно через вот это осознание постепенно, очень медленно, очень медленно, потому что даже не в рамках одной жизни, а в рамках нескольких или даже многих-многих жизней именно вот так происходит трансформация и эволюция души, эволюция нашего сознания. Именно поэтому когда-то мы были камнями, потом мы, допустим, были деревьями, потом мы стали животными, а потом уже мы потихоньку-потихоньку перешли в плоть человека. И человек тоже не сразу себя осознавал постепенно, постепенно, через какой-то промежуток жизней и так далее. Обычно считается так у эзотериков, что человек, который, в принципе, не задается подобными вопросами, он, скорее всего, просто прожил еще не очень большое количество жизней. То есть его сознание еще не трансформировалось для того, чтобы, во-первых, как минимум задаваться вопросом, в чем смысл жизни, а далее уже кто я и как это вообще все устроено, откуда я пришел и что дальше, и для чего вся эта трансформация. Здесь стоит рассказать вам про мироздание. Что же такое мироздание? Мироздание – это все, что создано в мире, то есть вообще все. В мироздании кроются ответы на вопрос о том, как все устроено, как все работает, и в материи, и в нематерии. То есть все, абсолютно все. Мироздание или Вселенная, или Высшие Силы, кто как это называет, название разное, а суть одна. Так вот, мироздание ставит на первое место всегда именно душу, а не человека, да, вы понимаете, потому что не всегда душа в человеке живет. Душа и ее ощущения, ее чувства. Все, абсолютно все начинается с души. И уже потом через душу, через ее ощущения, чувства, эмоции, потихоньку-потихоньку это все передается на физику, то есть на физическое тело, на плоть. И очень здорово эту тему отображает тема чакр. Система чакр вообще потрясающий инструмент, но мы когда-нибудь отдельно об этом поговорим. Так вот, у мироздания есть три главных закона. Это закон гармонии, равновесия и закон баланса. Давайте немножко об этом поговорим. Закон гармонии и равновесия классно отражает понятие инь-ян. Что это такое? Это всем известное китайское понятие о двух силах, которое символизирует взаимодействие противоположностей, таких как ночь и день, земля и небо, тьма и свет, женское и мужское. Оно символизирует то, что все в мире постоянно меняется. И как будто бы есть вот такая некая дуальность, противоположности, которые постоянно перетекают из одного состояния в другое и взаимно друг друга дополняют. Обратите внимание на картинку, которую я нашла. Она мне очень понравилась. Система инь-ян. И классно, очень классно отражается здесь то, как это вообще работает, то есть о чем это в принципе. Посмотрите на картинку и обратите внимание на условные три кружочка. Белый, тот, который мы знаем с вами как инь-ян, и черный. Давайте немножко разберемся. Китайцы считают, что есть некая первородная сила, то есть что это такое? Это то, что мы называем высшими силами. Это бог, это вселенная, это космос и много вот таких понятий, которые объединяют по сути одно и то же значение. Это такие первородные силы, которые порождают собой тот самый инь-ян. Давайте разберем прям по кусочкам. Верхняя часть – это дух, небеса. В китайском называется это шен. И также есть материя, темный кружочек внизу, который символизирует землю, тело, нечто плотное. И в китайском он называется цзин. И вот когда они совмещаются, получается такой некий баланс, баланс жизни. Жизнь – это то, что наделено разумом. И в китайском это понятие обозначается цзи. И вот тот самый инь-ян – это по сути то, что объединяет высшие силы и материю. Это сознание. Сознание, которое живет в человеке, в животном. В основном человек как-то он уже больше, как мы уже говорили, задается разными вопросами о смыслах. То есть это проявление сознания. И вот это проявление сознания и есть баланс между высшими силами и просто материей. То есть между небом и землей. В контексте черного и белого что есть что. И наверняка многие из вас часто говорят инь-янь. То есть мягко. Инь-янь. На самом деле инь и ян. Инь – это вот даже звучит очень мягко. То есть это что-то такое мягкое, женское. Вот темная энергия. Темная, потому что лунная. Потому что даже по картам Тарон это отслеживается. То есть лунная энергия – это интуиция. Это вот что-то вот такое. Это высшие чакры, верхние чакры в организме человека. Они больше как-то женскими считаются. А ян – это солнечная энергия. Активная, мужская, действующая. То есть понимаете разницу. Ну давайте вернемся к нашим законам мироздания. То есть закон гармонии и равновесия мы с вами уже рассмотрели. Давайте же рассмотрим чуть подробнее закон баланса. С двух сторон. С одной стороны, баланс заключается в самом человеке. Потому что человек, наделенный сознанием, является живым. И он как бы балансирует между миром духов и миром мертвых. То есть мир духов – это чистое сознание. Мир мертвых – это чистая материя. И человек, находясь между ними, он как бы балансирует между двух миров. И он является живым. Теперь рассмотрим закон баланса на примере его работы в материи. Как он воздействует на живого человека, на живое сознание, на душу. Каждый из вас слышал понятие карма. Вы уж наверняка все знают про бумеранг. Когда запускаешь бумеранг, он стопудово прилетит обратно. И вот именно так и работает карма. Есть еще классная такая фраза. Что излучаешь, то и получаешь. Почему? Потому что действуешь как-то и получаешь результат своего действия. Все в мире духа и материи должно находиться в равновесии. У нас есть такая условная золотая середина. И если вы ее качнете, то запускается маятник противодействия. Потому что все в мире по закону мироздания стремится к равновесию, к балансу. Вспоминаем старую добрую советскую качельку. Когда ее запускаешь, стоишь рядом с ней, потом запускаешь ее, отворачиваешься такой. А она тебе раз и прилетает в голову. Очень хорошо знаю на себе этот пример, потому что делала так. Качелька мне в голову прилетала. С тех пор я такая. Качельки советские настолько суровые, что я даже не нашла красивых фоток с ними. Поэтому вот как и есть. Каждый из вас наверняка слышал соответствующие фразочки. Типа где-то убыло, а где-то прибыло. Кто-то теряет, а кто-то находит. И вот именно так проявляет себя в материи закон баланса. То есть все балансируется. И именно так работает карма. Давайте чуть-чуть подробнее разберемся, что же такое карма. Карма – это действие. Вот наверняка очень многие слышали, вот это вот, точнее, может быть, кто-то воспринимает так, да, что карма – это нечто, ну, прям что-то ужасное. Это какая-то кара небесная, что вот прям какой-то злой рок. На самом деле, ребятки, это не так. Карма – это просто действие. И когда она летит обратно, это к вам летит результат ваших действий. И никакой кары небесной в этом нет. Поэтому не пугайтесь, пожалуйста, слова карма. Ну, конечно же, кто-то из вас сейчас подумает о том, что есть же люди, которые творят вообще всякую дичь, которые убивают, которые вообще, ну, то есть вот такие, да, вот тёмные души условно. Давайте поговорим про карму тёмных душ. Конечно, есть такие люди, к сожалению, никуда от этого не денешься, потому что сознание у нас, у каждого трансформируется в своём темпе, да, и не все понимают, что не стоит там нарушать заповеди банальные, да, то есть не уби, не укради и так далее, и всё равно кто-то это делает, понятное дело. И вот представьте себе, что вот есть такие души, которые что-то делают плохое. Не зря говорят, что не стоит там обижаться или кому-то желать чего-то плохого, потому что оно и так ему вернётся. Именно так работает карма. Это действительно так. Но может быть так, что человек либо не успел в течение своей жизни понять, даже если карма его постоянно догоняла, он всё равно мог не успеть понять, осознать какие-то свои поступки. И в этом случае вот этот самый бумеранг, он не прекращает своё действие в момент, когда, допустим, человек развоплощается, когда он уходит в другой мир, в другое измерение. Бумеранг продолжает действовать. И действует он уже в новом воплощении, когда человек переродился, ну то есть душа переродилась уже в следующее воплощение. Говорю это на основании исследований Майкла Ньютона. Давайте разбираться, кто же это. Майкл Ньютон – это доктор философии. Он является дипломированным гипнотерапевтом высшей категории в Калифорнии, а также членом Американской ассоциации психологов-консультантов. Он посвятил свою жизнь тому, что он в своей практике использовал регрессивную терапию, гипнотерапию. И под гипнозом он вводил людей в такое состояние, которое позволяет человеку увидеть его, начиная с ранних лет, которые как бы человек не помнит, и уже глубже-глубже-глубже возвращаемся мы так в прошлые жизни путем регрессии. И вот Майкл Ньютон применял эту технику, очень-очень много лет проработал, посвятил свою жизнь буквально этому делу. И в результате своей вот этой деятельности он написал три книги, которые как раз-таки говорят о том, что происходит с душой, когда человек умирает. Он очень много изучал этот вопрос, и на основании своей врачебной практики взаимодействия с людьми он исследовал закономерности, то есть было много людей, которые говорили по сути одно и то же. И на основании вот этих всех своих трудов он написал три книги, которые называются «Путешествие души», «Предназначение души» и «Воспоминания о жизни после жизни». Последняя книга иногда как-то по-другому называется, я сейчас не вспомню, но не суть. В общем, если вам будет это интересно, вы можете почитать. Тема на самом деле увлекательная очень. Но мы с вами поговорим еще немного о темных душах. Согласно исследованиям Майкла Ньютона, изучавшего пространство жизни между жизнями, я могу сделать вывод о том, что высшие силы настолько на самом деле нас любят и настолько щедры к нам, что в будущих воплощениях, несмотря даже на карму, несмотря на то, что человек совершал, высшие силы дают нам такое большое количество талантов, что я могу это объяснить только двумя вариантами. Либо они нас очень любят, что, собственно, подтверждает Майкл Ньютон своими исследованиями и что видно по матрице судьбы в частности. Либо можно посмотреть на это так, что человеку дается не какая-то такая угнетенная жизнь, не то, как считается, что накажут и так далее, а напротив даются таланты, даются способности, причем выдающиеся способности, что человек может себя реализовать, себя, скажем так, поднять. И, возможно, в этом кроется тоже некая проверочка, потому что таланты, способности даются те, которые и были изначально в той жизни, в которой он накосячил, то есть он уже ими распорядился как-то не так, и тут ему вторично дают снова такие же таланты, может быть, еще больше талантов, и это, в частности, может быть как некая такая проверочка. Итак, можно ли уничтожить душу? Согласно исследованиям того же Майкла Ньютона, и я слушаю огромное количество разных духовных наставников, ченнеллеров, которые тоже, в частности, рассказывают о пространстве между жизнями и о тонком плане, и о том, что вообще происходит в том пространстве, которое не видно нашему глазу, и они все утверждают, что душа, ее невозможно уничтожить, то есть душа когда-то появилась, и дальше она существует в любом случае, даже если она наработала себе какую-то жуткую карму, она все равно существует, как минимум, как душа, то есть, в частности, конечно же, это может быть буквально человек, воплощенный в материи, но если мы с вами рассмотрим пример объективно какой-то такой условно темной души, например, Гитлера, и это объективно такой человек был, который очень много сделал плохого, очень много забрал жизни людей, и, соответственно, это большое, очень большое нарушение, и, как говорят люди духовные, которые могут что-то в этом увидеть, и как-то изучить этот вопрос, люди, которые практикуют хроники Акаши, например, они говорят о том, что душа Гитлера в данный момент в материальном теле не воплощена, и что он, скажем так, простым языком отбывает свое наказание в таком неком месте, которое похоже на изолятор, но уничтожить душу нельзя, то есть есть души, которые тоже в чем-то накосячили, но там попроще, не так, как Гитлер, и они, конечно же, также возвращаются в земной мир, но прежде чем вернуться, им необходимо пройти, по исследованиям Майкла Ньютона, им необходимо пройти такую своеобразную процедуру очищения, как описывается это, как такой некий душ, который очищает душу от темных энергий. И теперь мы с вами возвращаемся к матрице судьбы. То, что было сказано ранее, это лишь небольшая часть того, вообще, что стоит за матрицей судьбы. Теперь вы понимаете, насколько это глубокий инструмент, насколько это не что-то такое поверхностное, то, что можно изначально, если вы не знаете, что такое матрица судьбы, многие могут подумать, что это вообще гадание какое-то на кофейной гуще, что сейчас вам там что-то наговорят, что может не относиться к действительности. На самом деле вообще не так, и матрица судьбы – это просто уникальный инструмент, точнейший, который вот сколько людей даже я проконсультировала, еще мне никто не сказал, что ну нет, это вообще не про меня. То есть, например, на моем личном опыте я когда-то обращалась к нумерологу, и мне рассказали про меня какие-то такие вещи, которые ну прям процентов на 95 вообще на меня не похожи. Я не знаю, как это работает, может быть, мне нумеролог попался, который с какой-то своей стороны смотрел на всю эту историю, но максимально огромное количество информации ну просто не совпало. То есть, я прям думала, ну может быть, я что-то не могу признать, я обратилась там к своим лучшим друзьям и спросила, ну неужели вот так? Мне сказали, нет, это вообще не про тебя. Вот, соответственно, инструмент мне показался не очень точным. Но с матрицей дела обстоят совершенно иначе, и именно матрица отражает просто колоссальное количество абсолютно разных эзотерических знаний. Матрица судьбы точно так же поддерживает идею о том, что в основе жизни лежит душа, а не человек. Матрица судьбы точно так же исследует карму и придерживается идеи реинкарнации и того, что это все качелька переходит у нас из одной жизни, долетает до нас в другой жизни, в новом материальном воплощении. И, конечно же, что такое карма и как это работает, мы с вами уже это выяснили. Откуда вообще взялась матрица судьбы? Я начала раскапывать этот вопрос и узнала, что по некоторым данным матрица судьбы вообще как инструмент самопознания была известна далеко в Древнем Египте. То есть это было очень много тысяч лет назад. Но в какой-то момент что-то произошло, возможно, специально, и знания, которые несла в себе вот тогдашняя, скажем так, матрица судьбы, которая, возможно, называлась совсем как-то иначе, эти знания были утеряны прямо вот на долгие-долгие тысячи лет. Но, конечно же, утеряны они были не сразу. Какое-то время эта информация еще ходила в узких кругах. Возможно, случилось что-то под влиянием каких-нибудь людей, например, как это бывает иногда. Информация, может быть, была запрещена, может быть, что-то в этом роде, да, и какие-то узкие круги стали передавать эту информацию, скажем так, от учителя к ученику, но не в широком смысле, да, не на какие-то большие пространства, не на большие массы людей. И вот в узких кругах эта информация все еще передавалась. Так вот, я смею предположить, что всеми известный или почти всеми известный такой инструмент, как Таро, произошел именно от той самой древней матрицы. Потому что именно по символике карт Таро, ну и в частности там по другим, например, по нумерологии еще очень хорошо, трактуются те самые циферки в октограмме матрицы судьбы. Таро мы с вами отдельно уделим внимание чуть-чуть позже. Сейчас давайте посмотрим на картинки, которые вы видите. Конечно, все эти картинки означают что-то немножко разное, но, пожалуйста, обратите внимание на сами формы вот этих разных, скажем так, предметов. Обратите внимание, что это все восьмиугольники, октограммы. Если мы обратимся к сакральной геометрии, то восьмиконечная звезда или октограмма это символ бесконечности. Так же, как и в нумерологии. Представьте себе восьмерку, то есть символ бесконечности. И вот в этом символе восьмиконечной звезды как бы зашифрована информация об эволюции души от материи к духу и наоборот от духа к материи. То есть это такой некий образ, символ постоянного движения, трансформации, какого-то перехода с одного уровня на другой. И постоянное, постоянное вот это вот такое своеобразное колесо сансары, как часто говорят. Ну и как сообщает нам наша любимая Википедия, октограмма это восьмилучевая звезда или крестострел. В оригинале октограмма изображается со всеми линиями внутри, как звезда, но в упрощенном формате она изображается как два квадрата, наложенные друг на друга. И, будучи нарисованной вписанной в окружность, олицетворяет собой порядок и созидание. Без окружности является символом хаоса и разрушения. Матрица судьбы традиционно изображается вписанной в окружность. Что же такое Матрица судьбы сейчас? Своеобразным воскресителем Матрицы судьбы в настоящее время стала Наталья Ладини. Кто такая Наталья Ладини? Это эзотерик, духовный практик, биоэнергет, мастер рейки. Она также записывает собственные медитации, которые по ее словам являются исцеляющими, и эти медитации написаны в форме стихов. Матрица открывалась ей постепенно. И в 2006 году, находясь в Таиланде, практикуя Таро, после практик регрессии и так далее, и так далее, то есть постепенно пазл сошелся и открылась ей матрица судьбы, то есть вновь появилась на свет появился вот этот потрясающий инструмент. И как она его сама называет метод матрица судьбы. В описании под этим видео вы найдете ссылочку на ее биографическое видео. Ну и впрочем, я оставлю там же ссылки на другие интересные видео, которые помогут вам еще шире познать всю вот эту тему, которая связана с матрицей судьбы и вообще со строением нашего мира. И теперь более детально мы переходим с вами к пояснениям самой матрицы судьбы. Я повторюсь, что это эзотерический инструмент, который позволяет понять глубинные причинно-следственные связи. В чем заключается карма настоящего и прошлых воплощений. Мы помним, что карма это действие и его результат. То есть матрица судьбы это инструмент, смотрящий на жизнь человека через его душу, которая воплощается из жизни в жизнь в новых костюмчиках, то есть телах. Сама матрица судьбы, а именно циферки в ней, складываются из вашей фактической даты рождения, то есть день, месяц и год. Возможно, вы знакомы с другими инструментами самопознания, например, натальная карта в астрологии. Там требуется еще и точное время рождения человека и точное место. В матрице судьбы достаточно всего лишь дня, месяца и года. Но эта дата должна быть фактической. Почему? Потому что особенно актуально это было когда-то во времена наших бабушек и дедушек, когда человек рождался в одно время, в один день точнее, а записывали его в другой день. Или бывают случаи, когда, например, человек родился около полуночи или где-то в полночь, то есть непонятно, он родился в 23.57 или в 00.03, например. То есть это тоже очень такой тонкий момент и здесь уже важно, как человек сам ощущает в какой день у него день рождения. То есть это важно на самом деле. Лучше, когда это фактическая дата рождения, так правильнее. Но если человек уже сросся со своей датой, к которой он привык, когда человек переживает клиническую смерть и после своего возвращения он считает свои даты рождения уже вторую цифру, то есть ту дату, когда он вернулся. И тут уже важно самоощущение человека, то есть важна та дата, которую он считает своей. На картинке, которую вы видите, в матрице заложена дата 26 сентября 2023 года. Теперь давайте разбираться, почему важна именно фактическая дата рождения. Потому что каждый человек приходит в этот мир абсолютно не в какую-то случайную дату, а именно в ту, которая нужна. Другого не дано, потому что дата не может быть ошибочной. Представьте, что ваша дата это как такой своеобразный штрих-код, который, вот знаете, как в магазине пикаешь там товар, и считывается информация. Вот точно так же ваша фактическая дата рождения, она вот пикается, да, и через матрицу судьбы, и считывается информация у вас о том, что у вас заложено, с чем вы сюда пришли, и вообще в целом зачем вы сюда пришли. То есть считав вот эти все циферки, которые внутри вашей матрицы, можно понять, что из себя представляет человек, то есть кто он, как он себя проявляет в обществе, какие у него есть таланты, с какой кармой из прошлых воплощений он пришел в этот мир, и что вообще необходимо проработать в этом воплощении, то есть то, что будет постоянно подкашивать его жизнь, и до тех пор, пока он это не осознает, и что-то не исправит в своем поведении, то есть до тех пор будет работать карма, как только он осознает все это, то все, карма, условно, кармический хвост отваливается, и все, жизнь налаживается. Также по матрице судьбы можно понять, где находится истинный путь человека, чем ему заниматься, то есть в каком направлении ему нужно развивать свою душу, и в данном случае, мне вообще очень нравится разбирать вот эту историю, потому что истинный путь человека заключается в том, чтобы он проявлял таланты, которые в нем заложены, и исполнял свое предназначение, точнее, несколько предназначений в матрице судьбы у нас выявляется, но об этом может быть мы поговорим позже. Также по матрице судьбы можно посмотреть, что у человека с деньгами, с отношениями и много-много всего, то есть можно посмотреть, если есть у вас какой-то вопрос, какая-то ситуация, которая вас волнует, очень здорово, если вы задаете прям фактически вопрос, и уже по сочетанию разных энергий можно более детально понять, как вообще в вашем мире, в вашей жизни складывается вот эта ситуация, как она разворачивается, и почему, самое главное, она разворачивается, потому что матрица судьбы это глобальные причинно-следственные связи, то есть почему фактически то или иное событие происходит, и особенно, когда оно повторяется в вашей жизни, вот это все можно проследить, но это уже определенно индивидуальная работа, то есть существует там на данный момент куча разных онлайн-калькуляторов, матрицы судьбы, которые вы можете найти в поиске и воспользоваться им, там есть частично бесплатная информация, потыкайте по разным инструментам, да, и найдете какую-то информацию о себе, но вот здесь немножко кроется такой вот подвох, и заключается он в том, что калькуляторов много, и в этих калькуляторах не всегда правильные цифры, то есть есть определенный алгоритм, по которым считаются внутри циферки в матрице, но есть вот тот квадрат, который квадрат рода, он очень часто не совсем с правильными циферками, то есть считается не совсем корректно, а в итоге вы получаете трактовки не своих цифр, и это уже характеристика в целом не только талантов, но еще и ваших каких-то индивидуальных черт, и в общем-то получается какая-то каша, да, не совсем вообще корректная, не совсем про вас, и вот тут можно прям подумать, что ай-яй-яй, матрица судьбы это уж не такой уж и точный инструмент, почему все говорят, что он такой классный, а потому что вы не в тот калькулятор залезли, вот, здесь нужно прям подумать, а в некоторых калькуляторах есть такие трактовки, которые прям типа, что это там проклятие, или у вас там достаточно много там сексуальной энергии, которая вам недостаточно сливать дома, поэтому идите, пожалуйста, сходите налево там, ну, я видела такую трактовку, мне показалось это очень странным, но, короче говоря, если вас это все устраивает, если вас устраивают поверхностные знания о себе, иногда этого достаточно, вот, поэтому вы можете вполне зайти в какой-нибудь любой поиск и найти онлайн-калькулятор матрицы судьбы. Как же трактуются цифры в матрице судьбы? Вот эти все цифры, это энергии, которые заложены в человеке. Вообще все в мире в целом состоит из энергии, и об этом вам скажет квантовая физика, то есть все состоит из мельчайших частиц, кстати, потрясающе описан этот момент в книге «Сила подсознания» Джо Диспенза, вообще я была под впечатлением, когда прочитала эту книгу, суть ее заключается в том, что все состоит из мельчайших частиц, мы там доходим до атома, например, и атом, структура атома, это ядро и вокруг ядра энергия. Так вот, ядро, если в процентном соотношении смотреть, это 0,00000, бесконечное 0,1%, и это ядро, то есть материя, а 99,9999, бесконечное 9%, это энергия, то есть атом, условно, на 99,9% состоит из энергии, соответственно, и мы с вами состоим из энергии, а видимая наша часть, материальная, плотная, состоит всего лишь из 0,01%, представляете? И моё сознание вообще эта книга полностью перевернула, она объёмная, и весь этот объём заключается в том, что там подробно и долго объясняется вообще вот эта вся структура, вот эта вся система для того, чтобы вы прям глубинно поняли, что это действительно так. К концу книги у меня прям стали вообще чудеса какие-то в жизни происходить, потому что я прям поменяла своё восприятие мира, и это был один из шагов, одна из ступенек моего саморазвития, скажем так. То есть это буквально вот прям чистая квантовая физика, которая объясняет, что всё состоит из энергии. А ещё относительно недавно я наткнулась на абсолютно удивительные фильмы учёных, которые ещё дальше посмотрели и по сути рассмотрели вот, скажем так, наверное, частицы вот этого ядра. Короче, я не буду вам рассказывать, я не буду вам давать спойлеры, если вам это интересно, то, пожалуйста, посмотрите этот документальный фильм, ссылку на него я оставлю в описании. И вот представьте, что каждый человек состоит из энергии, а энергии в матрице судьбы, в свою очередь, читаются в основном по 22 старшим арканам Таро. Ещё я заметила, что очень круто вот эти самые цифры трактует именно нумерология, потому что где-то, конечно, отовсюду по чуть-чуть, как мы уже с вами разобрались, да, и астрология, и вообще я тут руны начала вчера изучать, и поняла, что там тоже есть ответы на вот это вот всё, и кусочки везде, кусочки во всём. Поэтому потихонечку объединяем всё в целостную картину мира, и я буду с вами этим делиться. Но так как за основу трактовок цифр в матрице судьбы берутся именно энергии, то есть старшие арканы Таро, давайте немножко поговорим про Таро. Возможно, вы знаете, или хотя бы раз слышали про карты Таро, но сами карты это лишь форма знания. Карты Таро это символизм, просто чистейший символизм, то есть картинки, в которых зашифрована определенная информация, которая как бы считается такой тайной, да, чем-то извне. То есть это такая некая информация, которая по сути содержит в себе знания о типах личности, и все эти типы личности, они были известны еще нашим предкам вообще со времен Вавилона, того самого вот еще Древней Египет и вот это все. И, собственно, именно тогда стали транслироваться вот эти знания, которые, вот как вы помните, вначале я рассказывала, что в момент, когда матрица стала пропадать, сами знания продолжили передаваться в узких кругах, и вот так они передавались, передавались, от мастера к ученику, и в итоге все это вылилось именно в карты. История у карт Таро тоже интересная, давайте я сейчас не буду останавливаться на истории карт Таро, потому что там очень тоже много информации, но поговорим об этом вкратце. Самая известная на данный момент колода карт Таро появилась в начале 20 века, именно в декабре 1909 года, и она является результатом трудов герметического ордена Золотой Зари, в котором состоял автор колоды Артур Уэйт. Рисунки к этим картам выполнила английская художница Памела Колман Смит, а издал колоду Уильям Райдер, у которого была типография, собственно, которая называлась Райдер. Ну и, собственно, символы Артура Уэйта это архетипы, если говорить чисто психологическим языком, это архетипы, то есть устойчивые какие-то мотивы, которые присутствуют и в мифах, или в легендах, и в сказках, в священных текстах, в эпосе, в искусстве и даже в сновидениях. Они вне времени, вне пространства и живут в подсознании каждого из нас. То есть это прямо-таки какой-то набор таких внутренних качеств человека, которые образуют с собой определенный архетип. Наверняка вы замечали, что есть даже люди, которые прям вот похожи друг на друга, но не внешне. Некоторые говорят, что вот энергетику чувствуют у людей похожи. Есть два разных человека, которые совершенно друг на друга никак не похожи, если мы говорим о внешности. Но энергетически вы можете считывать их как очень похожих людей. Также у вас, например, есть два друга, которые обладают какими-то очень схожими качествами, схожим видением мира и так далее. Это архетип и Артур Уэйт и Памела Колман-Смит изобразили это все с символизмом в картах Таро. Если вы сейчас пойдете искать себе колоду карт Таро, вы найдете их огромное множество, они будут все абсолютно разные, они будут отличаться с художественной точки зрения. Какие-то будут просто красивые, а какие-то будут стараться отобразить содержание символизма, что похоже на собственно колоду карт Уэйта. Но тут есть очень важный момент, его нужно понимать, что в самих картах Таро, так как Таро это чистейший символизм, и там важна прям каждая деталь, каждая деталь что-то означает, в Таро нет случайностей. И если вы действительно хотите понять прям глубинную символику этих карт, то ее необходимо изучать именно по колоде Артура Уэйта. И сейчас я вам ее покажу. Рассмотрим с вами именно старшие арканы Таро, потому что младшие в данном случае роли не играют. Старших 22 аркана. Это маг, жрица, императрица, император, жрец, влюбленные, колесница, сила. И здесь я хочу немножко остановиться, потому что есть вот карта сила, восьмая, которая здесь помечена, восьмой, и есть карта справедливости, которая по счету у нас одиннадцатая. Так вот, это считается во французской колоде, что вот такой порядок, что восьмерка это сила, одиннадцатая карта это справедливость. Мы же принимаем наоборот значение, что справедливость это восьмерка, а одиннадцатая карта это сила. У этих карт довольно в чем-то похожие значения, но все же многие торологи приходят к мнению, что сила это именно одиннадцатая карта, а справедливость – это восьмерка. И когда мы будем рассматривать матрицу судьбы, соответственно, восьмеркой мы будем считать справедливость, а под цифрой 11 мы будем понимать силу. Девятая карта – отшельник, десятое – колесо фортуны, одиннадцатая – здесь справедливость, но по факту сила мы уже разобрались. Далее – повешенные, смерть, умеренность, дьявол, башня, звезда, луна, солнце, суд, мир и дурак. Это старшие арканы Таро. Что такое арканы? В рамках матрицы судьбы арканы равно энергии, то есть это одно и то же. Вообще, что такое аркан? Это слово происходит от латинского слова arcanus, то есть тайна, сокрытая, а понимание сути арканов Таро как бы делает сокрытое явным. Старшие арканы Таро представляют собой архетипы мироздания, которые описывают мир и жизненный путь человека. Карты старших арканов Таро имеют соответствие также с астрологическими символами, числами, буквами, путями Древа Жизни, рунами, архетипами Карла Юнга и еще много с чем. К слову, как говорит автор метода Наталья Ладини, она больше придерживается версии слова энергии. Ну и давайте еще немного поговорим именно про энергии, как их понять. Рассказывая человеку о наборе его энергии, я люблю говорить букет энергии. Вот представьте себе букет, который может максимум состоять из 22 видов цветов. Каждый цветочек это как бы отдельный вид растения, и каждому из этих цветов соответствует определенная энергия. У каждого этого цветочка есть свой внешний вид, есть там свой аромат, есть какие-то свои правила среза, есть свои условия хранения. Это я просто привожу вам понятный пример. И вот представьте, что у каждой энергии есть свои характерные черты. У каждой энергии. Но душа – непростая структура, и она не может состоять из одного цветочка, из одной энергии. Душа состоит, ну, минимум из двух. Да, есть такие люди, у которых в матрице всего две энергии, но и жизнь у этих людей довольно-таки непростая. А у большинства людей душа состоит из целого букета, энергии. И вот представьте себе человек. Он состоит из целого букета энергий. И в этом букете каждый отдельный условный цветочек, то есть энергия, в определенных обстоятельствах и ситуациях проявляет себя по-разному, как каждый отдельный цветочек, понимаете, да? То есть преобладает в определенный момент какой-то такой особенный запах, если мы говорим на примере цветов. То есть в определенный момент какой-то отдельный цветочек пахнет ярче всех. Но это не значит, что в этот момент нет никакого другого запаха, то есть запаха других цветов. Если мы будем говорить уже таким более конкретным языком, это не значит, что если в определенный момент у вас ярко выражена отдельная энергия, то есть ваши определенные черты, то это не значит, что в этот же момент в вас не активны какие-то другие энергии, которые могут проявлять себя чуточку иначе или дополнять ту самую вашу энергию, которая сейчас активна больше всех. Я надеюсь, я понятно объясняю. Напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. То есть в вашей матрице судьбы есть набор энергий, которые в той или иной степени на вас влияют, но по факту они влияют на вас все. Соответственно, ваше мышление и ваше поведение зависит от этих энергий, от того, как они проявляются в вас. И, следовательно, это влияет на вашу жизнь и вашу карму. Теперь идем глубже. Если вдруг вы подумали, что это вот у определенной циферки, определенный типажик и все, нет, идем в глубину. Каждая энергия может проявляться как в плюсе, так и в минусе. И тут тоже новая интересная такая глава начинается, в которой мы сейчас с вами легко разберемся. Я это себе представляю обычно так, что у человека вот есть хорошее и плохое настроение, при этом это не отменяет его каких-то особенностей и качеств. И вот представьте, что есть у человека энергия знания, учения. То есть когда он пребывает в хорошем настроении, этот человек будет что-то с удовольствием изучать, кого-то учить, кому-то передавать свои знания. Однако, если вот у него вдруг плохое настроение, то как он будет пользоваться этим своим качеством? Он начнет умничать, он начнет кого-нибудь поучать. То есть вот так это проявляется. Или, например, аркан сила, то есть которая одиннадцатая у нас. Когда человек находится в хорошем настроении, условно, я сейчас пытаюсь просто простым языком объяснить, как понять плюс и минус. Когда человек в хорошем настроении, он применяет свою силу как? Он может пойти и горы свернуть. Он может что-то сотворить, применив свою огромную силу, свой потенциал. А когда у него настроение плохое, он может прибить кого-нибудь. То есть понимаете, да, как работает плюс и минус. То есть это качество, которое априори в вас заложено, но в определенных ваших, так сказать, настроениях это качество может проявляться по-разному, позитивно или негативно, в плюсе или в минусе. Но теперь давайте пойдем еще глубже. И теперь представьте себе, что каждая энергия может находиться еще и одновременно, как в плюсе, так и в минусе. То есть отдельные ее кусочки могут вести себя по-разному. И вот представьте себе эквалайзер. На картиночку посмотрите, пожалуйста. Представьте себе эквалайзер, где каждый вот этот вот бегунок это отдельная энергия. Она может быть как в плюсе вверху, так и в минусе внизу. А теперь мы как бы увеличим каждую энергию, как мы фотку в телефоне увеличиваем, пальчиками растягиваем. Вот так мы увеличиваем каждую энергию и смотрим, что она имеет в себе разные качества, разные характеристики, особенности. И внутри одной энергии точно так же есть вот такие вот ползуночки, которые могут находиться и в плюсе, и в минусе. То есть сама энергия в одно время может быть как в плюсе, так и в минусе. Например, берем человека с энергией справедливости, восьмерочка. Как одновременно может проигрываться и плюс, и минус? Представьте, что человек может быть очень ответственным, очень законопослушным. Это плюс энергии. Но в это же время человек может быть борцом за справедливость, потому что энергия справедливости. Но когда борется человек за справедливость, это плохо. Почему? Здесь немножко мы уже пойдем в такую трактовочку конкретного аркана, но я совсем чуть-чуть расскажу. Бороться за справедливость – это плохо, потому что справедливости не существует, друзья. Потому что когда мы думаем о справедливости, мы смотрим на это очень узко, мы смотрим на это в рамках какой-то вот просто одной маленькой жизни человека. Но мы вспоминаем, что у нас очень много жизней, и что у нас очень много разного опыта, мы много чего понаделали, понаработали себе разной кармы, и все, что человеком было сделано, обязательно бумерангом к нему вернется. Не в этой жизни, так в следующей. Теперь мы вспоминаем законы мироздания, закон гармонии, равновесия и баланса. Мироздание справедливо как бы само по себе. Ну, если брать слово «справедливость» во внимание, да? То есть мироздание само разберется путем кармического такого бумеранга, кому что воссоздать, кому что вернуть. И сидеть, бороться за справедливость в рамках одной жизни, ну, это не совсем корректно. Приведу небольшой такой пример. Вот у меня есть подруга, мы, естественно, недавно разбирали ее матрицу, и она мне рассказывает такую ситуацию, что в определенный момент случилось там кое-что, из-за чего она потеряла большую сумму денег. Было все это, конечно же, несправедливо, и она пыталась добиться, добиться какой-то справедливости, бороться за это, но там в результате ничего не вышло. И мы, конечно же, смотрим ее матрицу, мы находим восьмерочку в ее матрице, энергия справедливости, да? Мы понимаем, что она боролась за эту справедливость, но в результате ничего она не получила. Почему так может быть? Потому что в прошлых своих воплощениях она могла, например, кого-то обмануть, или, скажем так, не совсем справедливо забрать чьи-то деньги, или не деньги, а какие-то другие ресурсы, которые были важны какому-то человеку. И в этом воплощении карма отыгрывается вот таким образом. Ко всему прочему, у нее есть еще и 16-й аркан. Кто знает, тот поймет. Сейчас мы разбираться не будем. То есть все не случайно, короче говоря, бороться за это не стоит, и нужно просто уметь отпускать ситуацию. Вы мне можете задать резонный вопрос. Неужели два человека, которые рождены в одну и ту же дату, то есть один и тот же день, месяц и год, то есть они имеют по факту одну и ту же матрицу, неужели они проживают свою жизнь абсолютно одинаково? Конечно, нет. И, конечно, нет даже, если это близнецы, и, скорее всего, особенно, если это близнецы. Потому что, как вы уже поняли, сама по себе энергия, она очень многогранна по своим характеристикам. И помимо вот этих всех особенностей, которые есть в энергии, она же может еще находиться и в плюсе, и в минусе. И, конечно же, люди, которые родились в одну и ту же дату, они, да, они будут похожи. У них будут особенные какие-то вот эти черты, конечно, они будут похожи. Но то, как человек проживает эти энергии в плюсе или в минусе, это уже зависит от него самого. Но, безусловно, было бы лучше, если бы каждый человек проживал свою жизнь в плюсе. Теперь давайте посмотрим, из чего вообще строится у нас матрица судьбы. Посмотрите на картинку. То есть вы видите саму октограмму матрицы судьбы. Справа вы видите такую цветную табличку, где написано Моладхара, Сватхистана, Манипура и так далее. Это у нас табличка здоровья, в которой энергии рассчитались по матрице, но вот выстроились в отдельную табличку, которая отражает наши чакры, то, что с ними происходит, то, с какими заболеваниями может столкнуться человек, и как вообще вот вся эта энергия отыгрывается на физическом теле человек, ну и на ментальном, конечно, тоже. И еще ниже вы видите такие четыре значения, поиск себя, социализация. Но это все немножко по-разному на разных сайтах может изображаться. То есть суть в том, что первое – это предназначение «я». Четыре штучки их выделяют сейчас. Я говорю сейчас, потому что некоторые выделяют три. Но, как говорит сама Наталья Аладини, четвертое предназначение – это как бы веяние нового времени, потому что жизнь меняется, энергии в мире меняются, соответственно, и люди меняются, и у них добавляется еще одна циферка, еще одно значение предназначения «я». У нас есть личное предназначение, которое здесь помечено как поиск себя, социальное предназначение, предназначение общее на всю жизнь, то, что здесь написано «духовная гармония», и, как выделяет Наталья Аладини и другие уже последующие специалисты, планетарное предназначение. Все циферки, которые находятся в вашей матрице, и в каждом из этих вот пунктов, они отражают вашу суть, ваши какие-то задачи в этой жизни, то, что вам необходимо сделать, то, чему вам необходимо научиться, ну и, собственно, то вообще, зачем вы пришли в это воплощение. Чем же вообще полезно изучение своей матрицы судьбы? Конечно же, изучив свою матрицу, человек начинает вообще понимать себя. Он начинает лучше понимать, кто он. Он лучше начинает понимать, что с ним происходило, а главное, почему с ним это происходило. Потому что, напоминаю, по сути, матрица судьбы – это отражение глобальных причинно-следственных связей. Все больше людей сейчас задаются вопросом о смысле своей жизни, о тем или путем вообще человек идет. Сейчас становится все больше людей, которые занимаются как бы духовным саморазвитием, духовным своим просветлением. На том же Ютубе вы можете найти огромное количество духовных наставников, людей, которые занимаются эзотерикой, которые рассказывают про душу. И матрица судьбы – появление этой души в этом мире и объясняет. Благодаря изучению своей матрицы судьбы человек начинает понимать, вообще тем ли путем он идет, реализует ли он себя, самовыражает ли он себя и исполняет ли он то, зачем он, собственно, и пришел. Потому что, к слову говоря, наша душа перед тем, как воплотиться в этом мире, сама выбирает себе то, что она хочет пройти, какие уроки она хочет познать. Но, конечно же, это не отменяет действия кармы прошлых воплощений. Вот даже лично по своему опыту говорю с людьми, с которыми мне доводилось работать, происходят просто какие-то уникальные вещи. То есть буквально вот две девушки, с которыми я работала, у которых тяжелейшее отношение с мамами, сказали мне следующее. Одна сказала, я начала понимать свою маму, почему она ко мне так относится, почему у нее что-то вот так происходит в жизни. А вторая сказала, я, наверное, наполовину простила свою маму. То есть в таких тяжелых каких-то ситуациях матрица судьбы способна дать вам понимание сути тех вещей, которые происходили или происходят в вашей жизни и поменять к ним свое отношение, даже если вы саму ситуацию изменить не можете. То есть самое главное же поменять отношение к этой ситуации. В этом и есть осознание, то есть прозревание души, совершенствование души и ее трансформация. В этом и заключается вообще смысл жизни каждой души. Буквально при изучении своей матрицы судьбы человек начинает видеть свою жизнь и себя, и свои жизненные пути как бы сверху. Вот буквально посмотрите на две картиночки. Когда ты уже изучил свою матрицу, ты начинаешь ее как бы видеть сверху. Как с навигатора. Вот когда мы включаем навигатор, и нам видно, куда нам надо поехать, где мы можем повернуть, и какими дорогами лучше не идти, а какими лучше идти. Где пробка, где авария, где еще что-то. И как нам все это дело объехать. Как нам приехать в пункт назначения, куда нам надо, изначально было, с минимальными потерями и желательно с большим удовольствием. Как вы уже поняли, по матрице судьбы можно очень много чего узнать о себе интересного, да и в частности где-то подтвердить свои ощущения вообще о себе самом. То есть есть ведь люди, которые ощущают что-то, они чувствуют что-то и думают, что, наверное, мне кажется, наверное, я там вообще с ума схожу. Так вот матрица может показать вам, что вы не сходите с ума, что на самом деле вы можете что-то чувствовать, что-то ощущать, может быть, что-то предчувствовать. Знание и понимание своей матрицы очень упрощает жизнь, буквально расставляет все по полочкам, придает вам уверенности в собственных силах и завтрашнем дне. А дне уже от слова день или дно зависит от вас самих. Матрица реально вот с помощью вот этих всех пониманий, даже от того, что я вам сегодня рассказала, матрица позволяет скорректировать вам свой путь и, возможно, даже стать счастливее, потому что вы станете ближе к себе настоящему. Какие мы можем сделать выводы из этого огромного количества информации? Ну, во-первых, что для того, чтобы вообще глубинно объяснить вам принципы действия матрицы судьбы, что это такое, как это работает, почему это работает, необходимо затронуть огромное количество абсолютно разных тем, то есть разных в значении того, что это отдельные направления, не потому что это что-то друг другу противоречащее, нет. А вот теперь представьте, что это я вам объяснила просто, что такое матрица судьбы. Каждая отдельная энергия имеет огромное количество разных свойств, как мы уже выяснили, то есть в человеке целый букет энергии, каждая энергия пахнет по-своему, проявляет себя по-своему. Это архетипы личности. И если кто-то, трактуя ваши энергии, скажет вам, вот, все, я тебе все рассказала вообще, что может быть, не верьте, ребята. Потому что трактовка этих энергий, это и есть жизнь. А жизнь, как известно, до конца не изучена. То есть мы, конечно, что-то знаем об этом, но мы по-прежнему продолжаем исследовать каждую энергию и все, что связано вообще с этой тематикой. И именно поэтому ни один специалист не сможет разложить вам всю вообще вашу матрицу за даже там за один день, потому что это как взять о вас какую-то огромную книгу и вот так вот просто прочитать и рассказать вам. Просто вы представляете, какой это колоссальный объем информации. Именно поэтому очень здорово разбирать свою матрицу по отдельным зонам. Но еще лучше будет, если вы зададите какой-то конкретный, волнующий вас вопрос. Конечно же, изучить свою матрицу полностью можно. И если делать это при помощи специалиста, то полностью изучить свою матрицу, вот лучше прям разделить это на несколько встреч, потому что за один раз оно и даже в вашей голове не уложится все. И я надеюсь, что теперь вам стало понятнее, что такое вообще матрица судьбы. И что это не гадание, то есть то ли это будет, то ли это не будет, то ли что-то там еще. Матрица это вообще глубочайшая система самопознания. Она отражает вашу душу, она рассказывает о вас очень сакральные вещи. И, конечно же, трактовка вашей матрицы очень сильно зависит от качества восприятия и познания вообще всей этой информации. От того, насколько вы или тот, кто вам ее трактует, вообще хочется прикоснуться с разными знаниями и с желанием познать вас, рассказать вам о вас. Насколько скурпулезно человек подходит к этому вопросу, это уже зависит от мастера, к которому вы обращаетесь, к которому вы доверяете или от вас самих, если вы самостоятельно хотите изучить всю эту систему. Матрица судьбы это уникальный, вообще точнейший инструмент, который может дать вам информацию о вас на всю жизнь. То есть, опять же, это не гороскоп, который дает вам на какой-то промежуток времени, на неделю, на день, на год, на месяц. А это информация, которую вот, когда вы видите октограмму матрицы судьбы, вы как бы видите всю свою жизнь сверху, от рождения и до конца. Это вот, на вот такой период жизни матрица способна вам дать информацию о себе. И, конечно, я тут не бракую астрологию, например, которая там гороскопами занимается и которая дает информацию об каких-то конкретных промежутках времени. Этому тоже есть место быть, потому что будущее многовариантно и зависит оно от нас самих, от того, как мы будем проявлять свои энергии, следовательно, какие мы будем совершать поступки и какая потом за это нам будет карма. И я, наверное, вас уже не удивлю, если скажу, что все то, что сегодня я вам рассказала, это не все. Очень большое количество тем мы не затронули, потому что, конечно же, это сакральные огромные, огромного объема информации, знания, которые изучаются в течение просто невероятного количества тысяч лет и не только нашей эры, да, еще и есть до нашей эры. И все это изучается, все это передается из поколения в поколение, но все равно себя вы, конечно же, можете изучить, как я уже сказала, самостоятельно, либо обратиться к специалисту, которому вы доверяете. Обратиться за разбором вашей матрицы судьбы ко мне вы можете, написав мне в телеграм. Можете найти канал, который называется Обнимаю Таня, либо найти ссылки в описании или в закрепленном комментарии к этому видео. На этом сегодня все. Всем спасибо. Обнимаю Таня.